Всем большой приветик! Я сейчас подъехала в магазин, хочу взять багет и сварить сегодня суп. Так как, например, Коля не наестся просто супом, надо все равно какой-то хлеб, чтобы был. Но я с фрикадельками хочу сварить, так-то у меня все есть, но как к супу, да, вот лучше какой-то, чтобы свеженький хлеб был. Ну а сын у него своя еда, это там рис, куриная грудка, сейчас, кстати, опять мне ее нужно взять. Рис, рис, каждый день этот рис, ну я меняю, так знаете, то такой простой рис, то там жасмин или басмати, ну хотя разницы нет, да, рис, есть рис. Ну он так иногда, как скажем, свой рацион так меняет, но все равно, в основном одно и то же. Делает себе там какие-то десерты тоже с этими, со всяными хлопьями, туда добавляет эту, как ее, пудру арахисовую, потом шоколад темный, что-то там, короче, химичит, утром он тоже делает себе кашу с каким-то там протеином. Ну, короче, у него свое, да, питание, я знаю, что у меня у многих, да, подписчиц есть дети, да, сыновья, которые тоже ходят на спорт, и вот эта вот куриная грудка, рис, все одно и то же, ну что сделаешь, да. И это, мы вчера, короче, ходили с Колей на мюзикл у нас в Гамбурге, да, если что, я вставлю в это видео, называется, ну как, Ромео и Джульетта, да, но если на немецком, то это будет Ромео и Юлия, так. Ну, короче, классно, нам так понравилось, я так немножко поснимала, много, конечно, ну не получилось, да, ну и я сама, да, смотрела, интересно было, ну и то, что музыка, да, Ютуб так и так не пропустит, мне придется, наверное, свою вставить музыку, не, наверное, а точно, да. Вообще интересно было, ну такой, знаете, на современный такой стиль, да, одежда вроде бы как тех времен, но все равно там добавлено что-то такое современное, и вот эти танцы, песни были тоже современные, там прям они так танцевали классно, вот вообще концерт бомбезный. Ну там еще Колин, как не друг, а этот коллега по работе тоже с женой был, мы как раз рядом сидели, мы сидели сверху, вообще мне нравится сверху сидеть, чем снизу, ты больше увидишь, что на сцене делается. Ну очень понравилось, народу много было, все места были заняты, там как было два акта, и между ними было 25 минут паузы, вот мы выходили, еще немножко шампанское попили, поболтали, походили, а так длилось это примерно, ну три часа, если все вместе, три с копейками, в семь началось, и уже в одиннадцатом часу мы, наверное, вышли, ну короче, как-то так. Сходили, немножко развеялись так, понравилось. Мы, я уже, ну я в этом видео, не в этом, а там, где я буду показывать, да, тоже говорила, мы уже были, это как у нас на репербане, да, тоже нам дарили, ну я уже это потом все скажу, а то сейчас не буду повторяться, что были как тоже, как Хайсейки такой, как театр такой, как мюзикл, да, мне вообще нравится больше мюзикл, чем просто, да, смотреть какую-то пьесу, вот, я помню, в Казахстане мы тоже ходили в театр, мы только насмеялись, я помню, с девками сидели, это вообще, когда там друг другу в любви признавались, да, когда мы еще в школу ходили, там вот в театр нас как от школы отправляли, ну и так потом ходили, не особо, честно скажу, люблю я это, я люблю больше, когда движение такое, как движ, ну как вот этот мюзикл, да, на это сразу я с удовольствием пошла, так что как-то так, сейчас быстренько забегу в Лидл, ну и потом увидимся с вами дома, а потом уже посмотрите дальше это видео, да, что мы вчера и куда ходили. Так, ну я начала уже варить суп с фикадельками, сделала такие немаленькие, да, я всегда делаю такие побольше, чтобы если взял, да, так взял, так скажем, ну мелкие не люблю, не знаю, также пельмени у меня такие, знаете, немелкие получаются, наверное, это чтобы быстрее, да, сделать. Вареники так, первое время тоже были такие прям большие, а потом со временем уже научилась такие, ну не то чтобы научилась, а стала делать поменьше. Манты, кстати, вот раньше, когда, ну я имею в виду в моей семье, да, вот мама, папа всегда делали из срезанного мяса манты, ой, это обалдеть вкуснятина, ну и до сих пор, конечно же, мама тоже делает, но это очень редко, да, когда мы там все собираемся, например, да, снохи там и братья там режут, там мясо, да, все-таки это долгий процесс, не как фарш, но вкуснятина нереальная. А Колина мама всегда делает пельмени такие маленькие, но она начала делать такие, когда внуки были еще маленькие, ну, наши дети, да, так как Коля один, чтобы им сразу так раз, как говорится, в рот взял такие маленькие, а у меня всегда все большое. Ну и Коля, например, тоже, если фрикадельки, он говорит, ну лучше пусть будет побольше, чем эту мелочь ловить, говорит. Ну, короче, картошка варится, не знаю, добавлю, наверное, вот эти вот такие специально для супа макарошки, не макарошки, а такие нудель, да, лапша такая. Ну, зажарочку чуть сделаю я и так немножко, да, чтобы для цвета прям сильно зажарку я, конечно же, не делаю. Ну, а Блидл что я купила? Я взяла вот такие вот, ну, как из темной муки, да, такие макарошки, сыну, не знаю, будет, не будет, ну, и взяла вот эту вот джабату, да, чтобы к супу, ну, и куриную грудку, все, больше я ничего и не брала, все у меня было, потому что вот я уже как-то говорила, что я не люблю замороженное мясо. Ну, конечно же, бывает, да, что я ложу все-таки в морозилку, чтобы на всякий случай был, но если есть возможность, то я лучше возьму, ну, как свежее, да, чтоб не с заморозки. Так что сейчас закипит картошка, я добавлю эти фрикадельки, сделаю зажарочку, ну, и все, оно так, в принципе-то, быстрый суп, но давно не варила, как и сказала, вот хочется иногда, конечно же, супа свежего, особенно вот в такой вот период, когда осень. Ну, а Босик тут сидит, рядом ворчит. Что, ты же поел? Что ты хочешь? Рассказывай. Рассказывай, а что сразу отвернулся? Как у тебя дела? Девочкам тоже интересно. Ну, так интересно, знаете, вот правда, когда с ним разговариваешь, он начинает так глазами, так туда-сюда водить, ушами, как будто он тебя понимает. Босик, кто там? Особенно, знаете, иногда посучишь-то где-то, ну, об что-то. И он такой в шоке, я ему говорю, кто там? О, Витя, кто там? Он сразу иногда бежит к двери. А вообще, когда кто-то, ну, он уже знает, естественно, животное, а не чувствует, как кто-то к дому, да, подходит. Он уже заранее подходит к двери и ждет. Потом раз, кто-то и заходит, да? Особенно, когда наш старший сын редко его видит. Ой, он от него не отходит. Он делает вид, что он сто лет не ел, не пил. Он в голодном обмороке, да, Босик? Вот такая вот правда про тебя. Ладно, буду варить. Ну, вот такая вот у меня зажарка, да? Не то, чтобы зажарка, а как бы немножко так, как бы, бланшировка. Чтобы лук немножко стал таким мягким, да и цвет приобрел желтой от морковки, и все. Чтобы прям там зажарка, не, не делаю, не такой, чтобы зажаривать. Я имею в виду, вообще, такое не люблю. Лабрушка, помыла ее. Я тоже добавляю, знаете, такое, этот, куриный бульон, сухой вот, био. Там все равно и всякие приправы есть. Нравится. Всегда беру или говяжий, или вот куриный. Жалко, что свежего укропа есть, нету, то есть нет. Ну, ничего, можно добавить в меня замороженное есть. А у меня есть сухая петрушка. Я уже говорила, как-то, да, что вот, не знаю, не люблю сухой укроп. Петрушку, да, а вот укроп нет. Вот какой-то у него запах меня отталкивает прям. Суп надо густой, чтобы был, чтобы ложка стояла, да, все-таки для мужчин. Ну, для мужчин-то только для кори, в том смысле, что сын у него своя уже еда, да, я вам говорила. Ну, с хлебом лапшу добавлю. Так-то вроде бы густой, но все равно лучше добавить. Ну и зажарку сразу, потому что минут 10 и готово. Вообще супы редко у нас. Ну, Коля, вот, например, с возрастом, ему начал нравиться суп. А раньше он говорит, что толку языком молотить, все равно не наедаешься. А с возрастом, да, уже супец это такое дело. В первую очередь, не даром раньше в Советском Союзе было первое и второе, да. Суп должен был быть обязательно. А потом еще и компотик. Ну, все, я думаю, уже мой суп готов, включаю. Ну, как готов? Вообще, любое блюдо, да, должно еще постоять хотя бы минимум полчасика. Я всегда так делаю суп. Это или кто какое-то второе блюдо. За мороженый укроп положила. Петрушку сухую я уже заранее, потому что она все-таки сухая. Ну, и вот такой вот красивый наварисый супчик, у нас получился. Так что, кто долго не варил суп, давайте варите. Желаю всем приятного аппетита. Все, пусть теперь настаивается. Мой министр у меня на руках. Я ему хочу сегодня ногти подстричь. У меня, кстати, одна подписчица спрашивала, приветик тебе насчет того, как я стригу ему ногти. Ну, я уже как-то показывала вообще видео, когда начинала только канал вести, показывала. Для него это без проблем, а вот чесать он не любит. Особенно, ну, сзади там, ближе к хвосту, вообще не любит. Так, если тут впереди что-то, он может потерпеть как-то так. Так, ворчит там что-то. А ногти без проблем то, что когда... Ну, я начала ему спричь, когда он совсем еще маленький был как-то. Не знаю, как-то для него это без проблем. Но так же, когда и люди есть тоже. И нервные, и спокойные, и так же, и животные, да. У меня, кстати, у подружки, у Наташи, у нее тоже была кошка. Ну, еле 10 уже было. Но она умерла, короче, да, это. Ну, вот она вот насчет этого не давалась тоже. Она всегда ее к ветеринару водила, там, чтобы уши чистили, подстригали. То, да, про тебя говорю. А ему я уши все чищу, так что без проблем как-то насчет этого. Может быть, от породы зависит, я не знаю. А есть еще сиамские кошки, по-моему, они вообще, да. У кого есть сиамская кошка, напишите. Не знаю, как я помню, в Казахстане у кого были сиамские, они почему-то такие дикие были, они нападали на людей. Ну, тоже, да, зависимости. Какое там, какое детство было, да. Никто не знает, да, это все такое дело, как говорится. Да, Босяня, ну, нужно постричь. Ну, если что, я не знаю, если сегодня буду стричь, то покажу, как я, ну, как он себя ведет, да, по крайней мере. Хотя у меня есть такие видео, но ничего, покажу. Да, Босянь, будем стричь ногти? Сразу. Ой-ой-ой, Босяничка. Ну, все, я его словила. Ну, не то, чтобы словила, он вообще, когда видит, я достаю вот эти ножницы, он сразу убегает. Конечно, он тоже их не любит, да, стричь. Ну, что поделаешь. Я уже одну лапку ему, кстати, подстригла. Вот сейчас вторую буду. Вот эти вот ножницы, да, я покупала, если что, в магазине Альди. По-моему, они в наборе были с этой, с расческой. Ну, вот именно, да, чтобы расчесывать животных. Очень удобные. Раньше были щипцы. Не знаю, не нравятся. Вот ножницы, да. Не нравится, конечно, но терпит. Что-то там подергивает. Конечно же, да. Кому это понравится? Ну, я всегда сажусь в прихожке, так как и на полу. Потому что они же летят во все стороны. Я потом просто беру пылесос и без проблем. А так где-то нет. Так я всегда в прихожке сажусь на полу именно. Ну, так они не сильно у него длинные. Но все равно, если зацепится где-нибудь, для него это тоже. Я уже как-то рассказывала. Что-то здесь у меня висело. Сумка выглянула тряпочная. Начала ее это. Ну, как бы, как всегда, да, коты. И зацепился сильно вот так вот когтем и висел вот так на высоте. Поэтому это тоже опасно. Чтобы были длинные когти. Если у вас дома нет, да, он может... Ну, все равно где. За штору там. Ну, все равно что зацепиться и все. Ну, и все подстригли вот так вот мы быстренько. Сейчас вкусняшку дам Босяничке, да. Ой, тимуй, зайтик такой. Тимуй, зайтик. Пошли, палочку, палочку пойдем кушать. Пойдем, пойдем, палочку. Ой, стяж. Пошли, палочку. Пойдем, пойдем. Пойдем, палочку уже. Вкусняшку ж надо получить, да? Давай, давай. Ой, ой. Целую я ему никогда не даю. А сын всегда дает ему целую. Пусть, говорит, наслаждается сразу. А не кусочками. А я всегда стараюсь ломать им. Ну, тут вообще и есть, да, такие. Чтобы ломать. Вот эти вот, не знаю, с Росмана, вот я брала кто-то, или какие-то вонючие. Пфу. Вальди видал, и то как-то вкуснее пахнут. Ну, все, ты ее навернул. Нету больше. Хватит. Ну, все, сидит теперь. Когда ему только подстригешь когти, он начинает их грызть. Ну, там остатки какие-то, видать, остаются. Он начинает как бы выгрызать. Всегда так я заметила. Да? Что-то не то теперь. Ну, а я уже, наверное, буду на этом видео свое заканчивать. Так что смотрите продолжение, да, то, что я вам рассказывала. Вчера мы ходили на мюзикл. Всем хочу сказать огромное спасибо. И всем пока. Всем большой привет. Всем привет. Мы едем. У нас термин. Термин такой. Мы едем, короче, на мюзикл. Ромео и Джульетта. Ну, он Джульетта. У нас на Репербане. Это как такой есть дом оперы. На Репербане как раз наша достопримечательность Гамбурга. Кто не был. Улица Красных Фонарей. Ну, не прям там, да. На углу есть у нас такой дом оперы. Короче, мы идем. Если что-то получится, обязательно поснимаю. Ну, Коле на работе как бы давали такие билеты. Поэтому мы решили сходить. Ну, не то, чтобы давали, да. Ну, наполовину дешевле можно взять было. Ну, мы с удовольствием решили пойти. Почему бы? Да, почему бы и нет, раз есть такая возможность. Сходим с вами. А потом оттуда, когда уже вечером будем идти, ну, можно так на машине проехаться, поснимать. Нашу достопримечательность Гамбурга Репербан, да. Посмотрим. Ну, я вообще не люблю вообще эту улицу. Мы тогда тоже к нам, когда друзья приезжали. Естественно, в первую очередь все хотят туда попасть, да. Грязно там очень, конечно. Тот, кто был, тот знает. Может быть, сколько мы здесь живем за 27 лет. Мы были, может быть, от силы два раза там. Самый первый раз были, когда, естественно, приехали. Мы в Германию нас повели. Сразу наши родственники. Ну, и второй раз, вот, по-моему. А, ну, да, три раза были мы еще друзей с Номюнстром у нас там тоже есть, возили их. Ну, и вот наши с Казахстаном. Вот три раза за столько лет были. Короче, там ничего хорошего, как все знают, да. Ну, все, мы теперь поедем. На улице, конечно, то есть на дорогах пробки, да. Ну, мы заранее специально выехали, так что ничего страшного. Я не разговариваю, потому что хочу... Да, да, потому что машин полно сейчас. ЛКВ везде. Хочу как-то обмануть всех. Так что увидимся с вами еще. Субтитры сделал DimaTorzok Мы уже подъезжаем. Здесь мы уже на репербане. Здесь все горит. Ну, здесь в основном эти всякие... Помню, мы сюда ходили на какой-то коле? Тоже, да, какой-то мюзикл нам тогда дарили? Да. Младший брат со сногой нам дарили. Не помню, как называется уже. Хайсэйки, да? Да, да. Хайсэйки. Хайсэйки. Прикольный такой был мюзикл тоже. Ну, здесь, конечно, грязно. Там в самом конце он находится, это там почище. Ну, здесь в основном это все театры есть. Чуть попозже здесь, наверное, жизнь кипит. Ну, там во всякие такие, знаете, улочки мы не заходили. Там, где все творится. Так вот, представьте, здесь жить, квартиру иметь. Это же ужас, да? Ни за что б не согласилась. Вот С-бан как раз, репер-бан. Выход. Ну, метро, да, если на русский перевести вниз. И спускаешься. У нас есть У-бан, Эс-бан. У-бан это под землей тоже. Здесь, кстати, у нас тоже музей восковых фигур. Вот, видите, Сан-Паули, театр тоже здесь. Вот тут вот, за этими контейнерами, или как сказать, там есть музей восковых фигур. Здесь, наверное, что-то строить будут или что стоит. А, вон он, вон он, вон он этот музей восковых фигур. Так, мы тогда тоже ходили вот как раз в том году летом. Но вот здесь вот не видно как раз, вот он, опереттенхаус, вот. Видно вам, я надеюсь. Сейчас запаркуемся и пойдем. Сейчас заезжаем в тип гаража, в подземную парковку. Проще, чем искать где-то. Сверху занято, вниз. Все, мы уже внизу запарковались, вышли наверх. Ну вот как раз реклама. Ну а здесь музей восковых фигур. Если вдруг кто не был в Гамбурге, приезжайте. Классно. Как раз наши друзья вспомнят, где они были. Здесь они фотографировались. Хорди, хорди, пара тяги. Я слышу. Хорди, 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 хорди. Хорди, хорди, хорди. Хорди, 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 хорди. Коля, места смотрит. Здесь на втором этаже хорошо нету народу. внизу там все фоль. Так, вещи мы внизу в гардеробную сдали. 2,50 стоит, чтобы верхнюю одежду снять с одного человека. И сверху совсем пусто, а внизу что творится? Вы видели, да? Здесь выпивают перед тем, как идти. Что, тоже? Здесь все в зеркалах. Ну все, уже будем заходить. У нас как раз на втором этаже. Туалеты здесь тоже свободные. Внизу все было занято, да. Будем садиться уже, усаживаться. Народу много. У нас сегодня einen wunderschönen guten Abend zusammen. Und willkommen im Theater. Heute Abend erleben Sie die allererste Vorstellung von Romeo und Julia, von William Shakespeare. He begrüßt the Dramatiker aller Zeiten und er ist heute Abend hier. Begrüßt ihn mit einem riesen Applaus und give him some love! Продолжение следует... 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 Продолжение следует...